Ну, начну с того, что мои сегодняшние размышления – это результат многолетного изучения Хармса, как вы знаете все, и его окружения, которое представляет собой последнюю волну русского авангарда, исторического авангарда. Свои первые шаги Хармс, поэтические шаги Хармс сделал в середине 20-х годов, будучи очень близким к Малевичу, как в конкретных рамках организаторского сотрудничества, так и на теоретико-эстетическом уровне. Но если тот период Хармс – поэт супрематического типа, если можно позволить себе такой, то в 30-е годы он станет уже одним из предвестников литературы абсорда. И очевидно, произошла некая катастрофа философского природы, причиной которой является предметом моего доклада. Художественные и теоретические рассуждения Хармса 20-х годов – плод внимательного изучения, с одной стороны, теории заумной поэзии, с другой стороны, идеи Малевича с зарождением супрематизма в 15-м году, и концептов ноль, чистота, совершенство и так далее, до его порождения в 20-е годы. Например, в брошюрах «Бог не скинут» один экземпляр, который был подарен Хармсу в 1927. Хармсу исполнилось 10 лет в 15-м году, когда «Чёрный квадрат» впервые выставлялся в Петрограде на выставке 010, и около 20 лет, когда он с Веденским обратился к Малевичу с просьбой различить театральному коллективу «Радикс» поставить пьесу. И, как видно из дневников Хармса того периода, он искал союз Смолевича для сплочения так называемых «левых сил» Петрограда, в частности, вместе с более уже Ленинградом. Он работал, в частности, с Туфановым, основателем Ордена заумников, который разрабатывал тогда проект создания фонетической лаборатории в рамках одного из лабораторий Генхука, который руководил Матюшин. Это географическая близость была реальностью, но нельзя забывать и то, что относительно таких поэтов, как Хармс и Веденский, мы говорим о совершенно новом поколении, которое, разумеется, несло багаж унаследованного исторического авангарда, но вырастало в период сильно отличающейся кухни всевозможных побед философско-эстетической победы лучшего поколения. Я, конечно, имею в виду победы над солнцем. В том, как вы знаете, назовно все оперы крученных, висел уже черный квадрат, предвесник того четырехугольника, который прославится уже спустя два года, заняв место иконы в красном углу выставки 010. По сути, поколение Хармс – это поколение, которое переживет крушение утопительных строений исторического авангарда и на его пути, но все же радуя на это сохранение, выстраивается философию эстетику абсурда, то есть метафизического ужаса, отметившего новый этап в истории литературы. Но перед тем, как вернуться к пресловутому квадрату, вспомним знаменитый рассказ Хармса 37-го года о режиме человека. Все знают, что у вас есть в хендарте. Также не буду показывать черный квадрат, вы, наверное, его знаете. Но просто не все знают, что в рукописи Хармс, напротив текста «Голубая титра» номер 10, Хармс сделал пометку против Канта. На первый взгляд, комментарий забавен, но на самом деле далеко не анекдотичен. Ведь в итоге нескольких строчек рассказа не остается ничего, остается лишь ничто и ничего иного, даже чего-то в себе по-кантовски. В итоге рассказали лишь о его отсутствии. И это написано в Рождество 7 января, а еще чудовищного года 37-го. То есть не лучший вариант, чтобы отметить рождение сына человеческого и не лучший вариант, чтобы отметить рождение слова с большой буквы, поскольку о человеке, которого нет, на самом деле нечего сказать. Для писателя все же проблематичная ситуация. Как мы дошли до этого молчания, как мы дошли до этого отсутствия, чтобы понять это, предлагаю вернуться к черному квадрату, которого, и это нельзя забывать, заключался не в том, чтобы утверждать исчезновение предмета, а как раз являться, то есть слово, которое надо воспринимать как непереходное и даже перформативное. Жан-Клод Маркаде прекрасно показал, что здесь речь идет о первом признаке затмнения предметов, затмение, которое представляло, по мнению самого Малевича в 15-м году, зародишь всех возможностей. То, что делает супрематический живописный акт демонстративным, это абсолютно беспредметность, и эта абсолютно беспредметность не изображает, а просто есть. Именно поэтому черный квадрат не что-то иконоборческое или символическое, а по мнению того же Маркаде, то есть отрицательное выявление того, что есть, проявление того, что не появляется. Это я переводил в французское сначала, потом обратился к Маркаде, и он сказал, наверное, лучше так. В своем трактате «Бог не скинут», Малевич ясно говорит, что исчезновение видимости не указывает, что все исчезло. Он пишет, вторая цитата в французское «Итак разрушаются видимости, но не существо, а существо по определению самим же человеком, Бог не уничтожима ничем, раз не уничтожима существо, не уничтожим Бог, и так Бог не скинут». Итак, перед нами встают ключевые вопросы, является ли что-нибудь выявление того, что не появляется. Можно ли считать супрематическим ноль гарантией нового исчисления частей мироздания, то есть новой меры мира, утраченного в результате многовекового натиска разума? Действительно ли ничто, сущность различия, как это говорит художник в манифесте 1923 года, супрематическое зеркало? И, наконец, сильнее ли творческая сила небытия, его поглядительные способности? В любом случае исчезновение рыжего человека надеивает серьезные сомнения. Творческий оптимизм, отражающийся эхом супрематизма, а с ним во всех авангардных течениях, создавался вокруг нескольких концептов, которые, как показала история, заключали в себе опасность, но были завуалированы почти слепой верой в способность искусства как раз являть или просто-напросто быть в мире. И этот оптимизм оказался довольно живучим, поскольку еще в 20-е годы писатель, как Хамс, сам пытался разработать такую всеобъемлющую систему восприятия и отобразения мира. Эту систему Хамс назвал цисфинитум, это тетрадь под таким заголовком, где он развивает идею цисфинитной логики, которая основывается на идее, что единственное средство отобразить мир в его полноте, в его бесконечности – это ноль, тот самый ноль, о котором столь ясно высказал Сомалевич в том же манифесте 1923 года, когда писал, если кто-то познал абсолют, познал ноль. Нельзя не признать, что цисфинитум Хамса также апофатичен, как и Супремус Малевича, что является отрицательным выявлением того, что есть, проявлением того, что не появляется. В обоих случаях мы имеем дело с категорией возвышенного и всего того, что в нем есть одновременно возбуждающего, но и пугающего. В возвышенном действительно присутствуют две рекуррентные идеи, которые воспринимаются практически как штампы. Первая – это идея, заключенная в художественном изображении, тотальной всеохватности с последствиями бесконечности, совершенства, чистота и так далее. То, что Лабрюер уже, это третья цитата, не буду цитировать, но тоже охарактеризовал. И вторая идея – это идея, что возвышенное непременно связано с ужасным, с тем же «delightful horror», о котором говорит философ Эдмонд Бёрк, который Кант называет «возвышенным страшным» в наблюдениях о чувстве прекрасного и возвышенного. Итак, в небольшом эссе Ханса 31-го года из этой тетради «Cisfinitum» Ханс отталкивается от мысли, что представить бесконечное невозможно, и чтобы доказать это, он берет в качестве пример прямую линию, которая перестает быть бесконечной, а значит, по его мнению, совершенной, с того момента, когда она прочерчена на бумаге. И предлагает переломить эту линию в каждой из ее точек, то есть геометрически получается кривая, наиболее совершенная разновидность которой, то есть когда она переломляется в каждой из бесконечного числа своих точек, круг. Таким образом, начертив круг, мы получаем совершенную фигуру, которая, к тому же, и, наверное, именно по этой причине, есть отображение бесконечного. И здесь мы подошли к самой сердцевине проблематики возвышенного, как ее рассматривает Кант, когда пишет этот четвертый цитат, пропускаю, возвышенное можно найти также в бесформенном предмете, при условии, что безграничность либо представлена в нем самом, либо благодаря ему, и что все же к этому прибавится мысль о его полноте. То есть другими словами, перед нами представление непредставимого, согласно формулировке Леотара, который прекрасно заметил, пятая цитата, что именно в эстетике возвышенного современное искусство, включая литературу, находит свою движущую силу, а логика авангарда в свои аксиомы. Понятно, что такое представление непредставимого возможно лишь в упраздненном времени и пространстве, гарантирующем мгновенность восприятия, или, по выражению Туфана, в эпоху его сближения с Генхуком, прекрасная мгновенность восприятия, озарение такое. То есть чертяк круг, Хамс таким образом стремится представить бесконечность прямой, и совершенно очевидно, что здесь речь идет об уловке. И круг неслучайно имеет ту же форму, что и ноль, которая, вопреки всей надежде писателя на то, что он способен вместить в себя и изобразить бесконечность чисел, так же, как круг бесконечность прямой, все равно остается символом отсутствия, пустоты и небытия. Как и в случае с Малевичем, здесь мы имеем дело с той же логикой негативного представления, упоминаемого Кантом, когда отрывок исхода о запрете изображения, одно из самых возвышенных пассажей Библии, подает ему мысль, которая в контексте авангарда делит беспредметность одним из самых совершенных выражений возвышенного. Так пишет Леотар, шестая цитата современному, я буду называть такое искусство, которое использует свою малую технику для того, чтобы представить, что имеется нечто непредставимое, дабы увидеть, что имеется нечто такое, что можно помыслить, но нельзя увидеть или дать увидеть вот цель современной живописи. И вполне естественно, что, предлагая эстетику возвышенной живописи, философ упоминает именно вклад Малевича. Седьмая цитата. Как живопись, она, очевидно, будет представлять нечто, но делится это негативно. Она, следовательно, будет избегать изображения и репрезентации будет чистой, как какой-нибудь скворад Малевича. Она будет позволять видеть, лишь запрещая увидеть. И таким образом, заумная поэзия, которую Хамс практикует отчасти в 20-е годы, опирается на те же принципы, что и беспредметность Малевича, но, как я уже сказал, в эпоху Генфука Хамсу всего было 20 лет, и последующие годы не сулили ему облегчение. 30-е окажутся временем ужаса безвозвышенного, уже временем брутального возвращения предметов в виде бытовых предметов или отсутствия предметов, временем констатации того, что возвышенного, которого следовало представить, на самом деле нет. То есть это откровение действительно, откровение произошло, но это было откровение самого абсолютного небытия. Как это случилось? Чтобы это понять, следует вспомнить о только что упомянутом интересе к времени и осознать эту прекрасную мгновенность Туфанова в ее эсхатологическом измерении. Отношение к времени, супрематизме и цисвинитной логике одинаково. И обобщая, можно сказать, что всему авангарду и вообще всему авангарду присуща некая зачарованность пространственно-временным континуумом, сведенным к бесконечности в ноль точке. Здесь и сейчас гарантирующие откровение, как отрицательное представление в самой отмене тотальности времени и тотальности пространства. И относительно авангарда Лиотер приходит к таким же выводам, когда анализирует эссе художника Барнетта Ньюмана с 48-го года с показательным названием «The Sublime is Now». Этому «Нау» философ дает такое определение, двосьмое цитата. Когда Ньюман ищет возвышенное здесь и сейчас, он поревает с красноречием романтического искусства, не отвергая при этом его основную задачу, заключающуюся в том, чтобы живописное или иное выражение свидетельствовало, а невыражаемое пребывает не в там, не в другом месте мире, не в другом времени, а в том, что нечто происходит сейчас. Вот почему он предлагает переводить название эссе Ньюмана не как возвышенное происходит сейчас, но сейчас именно это и есть возвышенное. И согласно этой мысли произведение искусства отводится совершенно новый статус. Оно более не рассматривается ни как имитация, ни как изображение, оно само по себе становится реальностью, то есть тем, что происходит. Фиат-Лукс, да, да будет свет и стал свет. Возвышенное, говорит Леотарь девятое, ни в другом месте, ни где-то там наверху, ни где-то там внизу, ни раньше, ни позже, ни когда-то, здесь сейчас происходит как раз эта картина. То, что сейчас и здесь вместо ничего имеется картина, это и есть возвышенное. У Хаунса также встречается эта мысль, выраженная в письме от 16 октября 1933 года к актрисе Клавдио Пугачеву, когда он объясняет, что произведение искусства должно ориентироваться не на объект, полагаемый для изображения, но на идею, что это произведение отсылает к самому себе, становясь самым новым объектом в мире и во всей своей чистоте уже, чистоте, гарантом которой выступает как раз его автореференциальность. Это трубка на греке. Таким образом, ноль, выражающий этот здесь сейчас, оказывается подобием той чистоты, которая утверждает возвышенное в творчестве Хаунса. Но, тем не менее, такой подход чревать ловушками, поскольку ноль, как мы уже видели, это также образ не БТА. И тут мы подходим вплотную ко второму аспекту возвышенного, без которого возвышенного не может быть. Это ужасно связано с идеей, что ничего не происходит. То есть происходящее не происходит. И с ощущением, что может ничего не произойти, то есть не БТА сейчас. Одним словом, существует опасность, что в любой момент великое все окажется великим ничем. Именно это предчувствовал Хамс, когда записал в дневнике 1933 года, год написания письма к Бугачёва, «Чистота близка к пустоте» или «Не смешивая пустоту с чистотой». И таким образом, если в 10-е и даже в 20-е годы царила определенная вера в то, что картина или стихотворение может функционировать как явление тотальности, то ситуация радикально меняется позднее, когда рушились системы, выстроенные эпоху победным от солнца. В 30-е годы проза Хамс – это прежде всего проза отсутствия, причем отсутствия и той связи, которая надлежала представлять с тотальностью частей мироздания в связности, в связности с представлением, которое надлежало быть чёрному параду. Но тот мир распался на бесконечное множество отдельных частиц, в числе которых сам художник и его произведения, ставших в итоге таким же абсурдным, как и другие, по образу той пустоты, которая поглощает всё. И с этой точки зрения исчезновение рыжего человека, а также другие многочисленные исчезновения, которые мусея на творчество Хамса в эти годы, имеют особую значимость, не только политическое, не только арест или что-то ещё. И тогда мы вступаем во время ужаса. Ужас, который порождается тем, что здесь сейчас нау не существует, а опыт вечности бездлительности, увлекающий индивидуумом в несуществовании, есть не что иное, как опыт небытия и смерти. Это весьма убедительно изложили Липавские в исследовании ужаса, написанном в те же 30-е годы. И это произошло с Хамсом и со всеми представителями его поколений. Как, например, другой текст писателя, на первый взгляд, такой же анекдотический, как и голубая тетрадь номер 10, прекрасно выражает эту мысль. Это десятая цитата, когда повествователь, которому не удаётся поймать момент, пытается зафиксировать то, что происходит именно в этот момент. Он считает до трёх, не буду цитировать, только последний абзац, но констатирует, что ничего не произошло. Вот, например, раз, два, три, ничего не произошло. Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло. Раз, два, три – это уже время тревожного ожидания возвышенного, а ничего не произошло, отмечает уже наступление ужаса. Здесь, сейчас нет ничего. Не случилось чуда, того чуда, которое Хамс и спрашивал у Бога ещё в октябре 31 года, когда писал, «Вчера я просил о чуде». Да-да, вот если бы сейчас произошло чудо, произошло. В губительном 37-м году, когда был описан рыжий человек, которого не существует, Ханс отмечает в дневнике «Есть ли чудо?» Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ. И два года спустя, «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира». Это год написания старухи, там излагается только труп старухи, как известно. И этот текст о чудотворстве, который не творит чудес, о писателе, который не пишет текст, не напишет. И следует также отметить, что помимо философских размышлений, помимо художественных практик, это ещё проблема экзистенциальная. Ведь обязательно встаёт вопрос о присутствии в мире моего «я». Если в чистой форме явлена вся полнота мира, то можно задуматься, где находится субъект, поэт, художник, который в процессе операции создал эту чистую форму, куда он испарился. Логический субъект стал миром на том же основании, что и мир стал субъектом. Это опыт мистики. Вот я стал миром. И как раз в этот момент возможно всё исчезнет. Кажется, именно это и хотел выразить Ма Хаус. На канюне 30-х годов в тексте «Мир», также включённым в тетрадь под заголовком «Сицинитум», когда писал «Я мир, а мир не я». «Я мир» – это предложение возводит напрямую к чёрному квадрату, зато второй «Мир не я» маркирует уже разрыв осуществлённым человеком абсурдным, изгненным и, возможно, рыжеватым. И становится очевидно, что и Малевич, и Ханс, когда он встретились, размышляли об одних и тех же философских предпосылках. Однако в переломный момент истории авангарда они оказались в разных поколениях, что и определяет их различия. Поэтому, как мне думается, работа чёрный квадрат и беспредметность вообще, которая изначально нанесла в себе бесконечность возможностей и предполагаясь как явление или представление, в итоге явила или представила действительно лишь то, что она являла и представляла, а именно мрак, черноту, некая квадрата, может быть, темноту, которая рифмуется тоже с чистотой и с пустотой, которую Липавский анализирует в исследовании ужаса, когда пишет, например, о страхе темноты и тесноты и честноты. Подобно тому, как ноль являл или представлял то, чем он был действительно, на самом деле, то есть ничто. Или ещё, как говорит повествователь небольшого рассказа 34 года о явлениях и существованиях номер два, это у вас на обратной стороне хэндаута, когда представитель констатирует, что персонаж Серпухов парит в пустоте, и говорит, нет даже безвоздушного пространства или, как говорится, мирового эфира, откровенно говоря, ничего нет. А потом констатирует, что внутри персонажа тоже ничего нет. Полное отсутствие всякого существования, говорит он, или, как острили когда-то, отсутствие всякого присутствия. Вот это я обожаю. Отсутствие всякого присутствия. И здесь, конечно, Хам смог прекрасно добавить пометку против Канта. И тогда я могу ответить отчасти на вопрос в заключенном заголовке моего доклада. Я, наверное, да, стоило бы немножко побольше бояться этого членого квадрата. Это я, как провокация, говорю, спасибо за внимание. в процессе. Продолжение следует... Продолжение следует...